Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампыри, Финляндия. В моем спальном районе, в Лиалахте, открылся вот такой магазин, 157 лагерь, или лагерь 157. Ну и, конечно, когда он открылся, сразу все было понятно. Магазин бюджетный, но настолько бюджетный, просто цены оутлета. Магазин без конца, без края, но сделан точно так же, как Икеа, так как это шведский бренд. То есть входим с одной стороны, и вот весь магазин нужно пройти. Начинается женская одежда, мужская, и в конце детская, и заканчивается магазин текстилем и так далее. То есть здесь нельзя выйти посреди пути, то есть ты должен пройти весь магазин. Но это рассчитано на то, что не то, что ты зашел на 5 минут, посмотрел и вышел. Нет, тут нужно, как говорится, обходить вот так. Ну и так как магазин очень бюджетный, конечно, такие цены 3 евро, 5 евро, 10 евро. У них обалденный интернет-магазин. То есть, конечно, если вы живете в таком месте, где лагерь 157 недоступен, вот, пожалуйста, интернет-магазин. Ну и качество, конечно, соответствующее. Все нужно проверять, как сделано. И когда я снимаю обзор и показываю, что я купила мужскую футболку за 3 евро, 100% катон. И как она шикарно после стирки не вытянулась, не полиняла, ничего. И советую эти футболки всем. Да, конечно, шик, блеск, красота. Ну, много вот такого ширпотреба, как называю я. Конечно, это полиэстер, 100% 15 евро. Ну, а с другой стороны, да, за 15 евро кашмира ты точно не купишь. Это, как говорится, и ежику понятно. Ну и вот этот пижамный стиль, честно говорю, если, например, этот костюмчик отпарить, нагладить, и вот так где-то сфоткаться, никто не поймет, что это галимый полиэстер. Ну и много вот такого для молодых. Я в прошлый раз встретила свою знакомую, она курила на улице, она приехала с внучкой. Ну и внучка просто накупила две больших сумки. Она говорит, заплатили 88 евро. Ольга, ты можешь себе представить, что какие цены? Я говорю, ну, конечно, если 10 евро, да, 3 евро и 5 евро, можно скупить полмагазина и вот так, как говорится, бюджетно эту свою внучку одеть. Да, люди приезжают издалека, потому что в их районе этого магазина нет. Ну и продавцы шикарные, у них вот такая курточка, на спине написано «Лагерь 157». Они развешивают эти вещи и, проходя мимо, всегда кивают, что Тарвику, Апуа, что нужна ли помощь или нет. Ну и вот такую распашонку 15 евро, оверсайз, черно-белая, ну, красота. Единственное, да, конечно, это полиэстер, полиамид 100%, в такой будет жарко. И почему бюджетный шопик? Вот посмотрите, какие топики, но лямки сделаны бюджетно. Если бы в лямке была вот такая штучка, как в бюстгальтере, ее можно было поднимать, опускать, да, это стоило бы совсем других денег. Ну и, конечно, если вот такие скидки, 3 евро, 5 евро стоят топики, я обожаю эти топики. Вот были бы другие лямки, с удовольствием бы купила. Мне, конечно, нужно всегда подтягивать вот этот верх. Ну и посмотрите, 12 евро пуссеру, вот такие кофточки, будьте, как говорится, любезны. Магазин шикарный. Я, когда первый раз пришла, я вообще не знала о этом магазине, ровно как ничего. В этом месте была Коди Юккенен Антела, двухэтажный магазин. И когда этот магазин закрылся, он был пустой много-много лет. И сейчас открылось вот такое. И лагерь 157. И Пу Ило переехал сюда на первый этаж. И на втором этаже магазин мебельной веки. Я показываю здесь. У меня есть обзоры на канале. Ну и, конечно, вот такое, где люди поднимают руки и ноги. Да, в январе у многих в Финляндии Типатон Таммику. То есть они не пьют алкоголя. И поэтому называется этот месяц Типатон. Ну и, конечно, многие покупают обонимент, чтобы ходить поднимать руки и ноги вот в этот спортзал. И посмотрите, здесь все по 3 евро, по 8 евро, по 5 евро. И вот так отмечено. То есть на кассе, конечно, вам посчитают эти скидки. Да, если за 3 евро можно что-то купить, чашку кофе за 3 евро не купить. Она стоит дороже. А тут за 3 евро можно купить вещь. То есть, конечно, цены, но просто смех как ГЦ и грех. И, честно говоря, вот это как морлевка сделана. Если, например, летом нельзя сидеть под открытым солнцем. Вы сгораете или у вас какая-то аллергия на солнце. Вот такая морлевка, кофточка с длинным рукавом. Ну почему бы нет? И такое качество не надо гладить. Постирал, встряхнул, повесил на вешалку. Она может быть вот такая сжатая. Почему бы как ГЦ и нет? И во многих фирмах нельзя работать на работе, как говорится. Не приходить на работу, где написано что-то. Вот какие-то надписи это запрещено. И поэтому вот такие худи без надписей тоже наверняка уйдут на ура. Ну и вот эту моду не понимаю я. Какого, как говорится, в Финляндии светлые брюки на зиму. Никто их не купит. Ну как можно ходить в Финляндии зимой вот в таких брюках? Да, конечно, где-то может быть в жарких странах. Рио-де-Жанейро и так далее. Но в Финляндии вот такая молочная капсула. Это, конечно, абсурд полный. Ну, видите, как говорится, мода рулит и здесь, в этом магазине. Ну и много вещей, которые удивляют меня. Ну вот такая длинная блестящая юбка на зиму в Финляндии. Ну, народ, включайте мозги. Кто делает закупки этого магазина. Ну, может, какая старая дева вот такую длинную юбку и купит. Но вообще, конечно, это непонятно, для кого закуплено. Видите, не успевают они вывешивать, чтобы быстро продать. Ну и удивила меня цена на пальто. Эти пальто были по 30 евро. Сейчас подняли цену. Подняли только из-за того, что сейчас похолодало. То есть люди утепляются, и поэтому цена сейчас 50 евро. Я приходила в прошлый раз, эти пальто были по 30 евро. То есть сейчас вот так сделали дороже, скажем так. Ну и треники стоят 6 евро. Черненькие на резиночке со шутком. Как говорится, будьте любезны всех, как говорится, размерчиков. Начинается размер с экстра смол и кончается размер 2XL. Ну и здесь пальто 60 евро. И в прошлый раз, когда я была, были только светлые. То есть темные пальто кончились. Ну у них есть интернет-магазин. Оттуда они, конечно, привозят, если какой-то цвет заканчивается. Да, интернет-магазин в помощь. Ну и, конечно, брюки вот такие прямые черные. Ну а здесь у нас отдел джинсов. Две пары джинс на 30 евро. Ну красота. И еще две длины. Если у вас ноги стандартные или ноги длинные, вот в этих джинсах еще, как говорится, будьте две длины. Ну и здесь у нас 25-26. Самый маленький размер. Экстра смол. Это у нас 32-34. Если мы смотрим европейский размер. Ну и посмотрите, в 1999 году лагерь 157 был образован. И вот до сих пор, как говорится, он живет и, как говорится, пахнет. Ну и здесь у нас путкат. Вот такая клеша. Ну да, почему нет? Если фигура позволяет и носить вот такую клешу. Кто запрещает? Ну и мужской отдел рядом. И мне нравится, что большие примерочные. То есть не то, что метр на метр не вздохнуть, не выдохнуть. То есть есть куда развернуться в этой примерочной. И здесь у нас спорт. Все для спорта. Ну я думаю, сейчас вот это хорошо покупается. По 10 евро топики, по 10 евро эти треники. То есть все, как говорится, для народа. И в прошлый раз я показывала жилетки. И говорю, народ, вы посмотрите, какие цены на жилетки. И мне был оставлен коммент. Оля, в нашей деревне этих жилеток по 10 евро нету. Ну, народ, нужно просто подойти, показать скриншот в этом магазине. Сказать, хочу вот такую жилетку за 10 евро вот такого цвета. Конечно, они вам закажут ее. Это никакая не проблема, если в интернет-магазине вот эти жилетки не продаются. Здесь они есть, их никто не покупает. Вот, пожалуйста, так они и висят. Как они висели в прошлый раз за 10 евро. Можно вот такую жилетку купить, если вы с собачкой гуляете. Или гуляете еще с кем-то. Да, почему нет? Ну, и на свитера шерсти, вот эти по 30 евро были в прошлый раз, шерсти нету скидок. Но это понятно, потому что сейчас мы утепляемся. Да, сейчас нужно утепляться. Ну, и здесь у нас вот такая чебурашка крокодил-гена за 10 евро. Ну, это полиэстер 100%, конечно, он будет трещать на морозе. И вряд ли вы утеплитесь вот этим акрилом. Но за 10 евро вот такой шоколадный цвет. Почему бы не купить? Ну, и так как я тусуюсь с моим, мой тоже всегда что-то прихватывает, что-то нахватывает. Я говорю, ты что-то купить хочешь? Нет? Я, говорит, просто так посмотреть. Ну, в прошлый раз мы посмотрели на 20 евро. Да, купили, конечно, мы этих футболок. Ну, не жалели ни разу. Да, футболочки были просто зачетные. И вот эти футболки я показываю. Так они стоят по 3 евро штучка. Единственное, с круглым воротом. Я хотела вторую футболку за 3 евро 100% катон купить с воротом. В, ну, В продают 2 штуки на 10 евро. И мой схватил вот такую. Я говорю, господи, помилуй, какой ужас. И он сам смеется. Говорит, Мауну дзидун. Я говорю, да, но Мауну, по-моему, не синяя была, а серая или черная. Но в магазине играет музыка, поэтому он пытается вот так, как говорится, соответствует. И, да, холодно у нас, холодно, поэтому мы вот так утеплились. И в прошлый раз показываю эту футболку. Мне показалось, что это лен. Нет, народ, это, к сожалению, полиэстер 100%. Я вот, как говорится, ошиблась. Мои пальцы меня подвели. Я думала, что это лен сделано вот так. Но это сделано под лен. Но это, к сожалению, полиэстер, полиамид. Ну, и посмотрите, по 3 евро. Вот такие толстые футболки, типа флиса. Да, ну, да, почему нет? Вот такая с начёсом. Футболочка с начёсом, наверное, лучше вот так назвать. И где отмечено красным фломастером, это со скидкой. Но единственное, мне не нравится, когда какая-то надпись. I love you, baby, и так далее. Нет, лучше футболочку без надписи. Надпись, это, конечно, не мой фасончик. Ну, вот так дома лежать на диване Кею можно было бы и купить. Но он сказал тоже с надписью, ему не надо. 3 еврика все эти футболочки стоят, вот где какая-то надпись. Ну, и фланелевые рубашки стоят вот так. Нашёл он какой-то дождевик тоже стоит. Вот так, видите, танцует. Всегда пытается, как говорится, веселить вас. Я говорю, у тебя в этом дождевике большое тублое, щитоненькие ножки. И когда он показывает вот эти носки, это не носки, это гольфы, потому что сейчас холодно. И вот эти брюки он купил в Lidl. Они толстые, толстые такие, катон. И, к сожалению, как говорится, вот купил бы вторые, хотел тёмно-синих, но только серые остались. Потому что, конечно, такие брюки здорово вот сейчас на холода. Ну, и детский отдел, какая милота. Вот тут по 10 евриков, 20 евриков. То есть, конечно, очень бюджетно детишек можно одеть, если детей много. Всё прекрасно понимаю, 15 евро вот эта курточка. Да, конечно, приложение клуб нужно включать. Если хотите, можете сделать в телефоне. А можно просто сказать им номер своего телефона у кассы. И тогда вам будут скидки. И вот эти тапки не покупайте, они очень скользкие. То есть, конечно, они рассчитаны не на финскую погоду. Ну, и в таких носках мой сказал, что если будешь ходить по дому, пылесосить не надо. Вся пыль вот соберётся на этих носках. Ну, поржали, как говорится, посмотрели, сняли вам вот такой обзор. И пойдём сейчас домой. Подписывайтесь, не хворайтесь. Вам была Оля, Икею из Тампыри, Свинляндии. Из бюджетного магазина Lager 157. И это у нас шведский бренд. Не хворайте.